Сегодня профессиональный праздник отмечают географы и к этой дате они посвятили молодежный форум «100 лет Карачао-Черкесии». Вместе мы сила. География, туризм, культура, экология, который проходил на высокогорной учебно-здоровительной базе Качагу имени Умара Алиева «Махар». В рамках Дня географа 2022 провели мероприятие у туристического костра, викторины и лекции. Из «Махара» репортаж Алладинаевой. Сегодня у нас очень серьезная организация в гостях. Это Русское географическое общество. Подивите, кто слышал? Все слышали? Да, замечательно. В рамках молодежного форума «Махар» живо и интересно представители РГО «Покращао-Черкесии» провели викторину, которая включала в себя как не очень сложные, так и вопросы, требующие хороших знаний географии. А всего их было больше 20. Не более 500 метров и пресная кристально чистая вода. Но есть одно озеро, которое отличается по всем характеристикам. Первый раздел викторины состоял из вопросов, которые касались географических объектов Северного Кавказа. А вторая часть подготовлена о нашей прекрасной республике. «Первую часть они пощелкали как орешки, а вот вторую часть вызвали больше затруднений. Были даже дискуссионные вопросы, которые в данных условиях без помощи Гугла не решаются, а интернет тут не ловит». Участники викторины пополнили багаж знаний по географии, а за правильные ответы получили призы и ценные подарки от РГО. А во второй день форума на фоне живописной природы под шатром молодые люди собрались на круглый стол. Научный руководитель Всероссийской общественной организации Центра экологической политики и культуры доктор биологических наук Владимир Захаров увлекательно провел лекцию для студентов со всего Северного Кавказа. «Вы, наверное, слышали, что все мы здесь. Я имею в виду в этом мире. Мы только для того, чтобы учиться». География, литники, лес, реки, озера, флора и фауна Северного Кавказа – сегодняшняя тема доклада доктора географических наук руководителя Крачево-Черкесского отделения РГО Вячеслава Валентиновича. «Молодежь должна практически прочувствовать ту значимость и отфильтровать те информационные достижения, которые создают механизм для управления природными ресурсами, для снижения тех негативных последствий, свидетелями которых мы сейчас становимся в рамках освоения природных ресурсов. И они должны это сами понять. Если мы будем им настоятельно вбивать то, что мы считаем идеальным, то я считаю, что прогресса не будет. Они должны сами к этому прийти». Экология и культура в устойчивом развитии субъектов России – важное направление, о котором рассказал профессор Владимир Захаров. «Мы все вместе с ребятами определили, что жизнь – это самый большой проект, который ты осуществляешь. Как он сложится, отчасти зависит от мироздания, от создателей. Мне понравилось, как они делали такие отсылки. Отчасти зависит от тебя. И мне кажется, что все-таки молодые люди, они более чувствительны к каким-то таким вот тонким вещам. Они более чувствительны к философии, если хотите. Даже к религиозным вещам, к каким-то культурным вещам. И к экологии в частности. Вот мой личный опыт, я всегда поражаюсь. То есть с раннего возраста. То есть молодежь подхватывает на раз. И эта аудитория не была исключением». Несколько часов ученые делились знаниями со студентами, которые охотно отменивались мнениями и задавали вопросы. «Сегодняшний форум для вас чем-то был полезен?» «На самом деле да. То есть я раньше, честно говоря, про устойчивое развитие не так много слышала, не так много узнала о нем. А на сегодняшней лекции от Владимира Михайловича я прям начерпнула себе много полезной информации, которую, я думаю, в дальнейшем буду распространять среди своих знакомых, родных». Форум, посвященный Дню географа 2022, завершился. Он отмечается в России 18 августа. Молодежный форум «География, туризм, культура и экология» собрал студентов в одном из красивейших уголков планеты в Махарском ущелье. Объединяет их одной любовь к природе и проблемы экологии, чтобы сохранить ее лучшее для будущих поколений. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия, Махар.